Здравствуйте! На канале ЭНСК-49 «Время женщины». Я, Анастасия Гарусова и мои коллеги приготовили для вас много полезной информации из мира красоты, моды и здоровья. Когда мы видим красиво и стильно одетых людей, мы редко задумываемся, что это результат титанического труда сотен человек. Модельеры, дизайнеры, стилисты. Рождение новых трендов – таинственный и увлекательный процесс. Новые оттенки, новые принты и новые ткани. Имидж-стилист Милана Плеханова приглашает нас в увлекательное путешествие в мир, где рождаются модные луки. Давайте смотреть! Они неспешно прогуливаются по уютным улочкам волшебного города, где живет красота. Встречаются с творениями знаменитых домов Армани, Шанель, Дольче и Габана. Современные текстильные салоны – это особый мир. Здесь царит позитивное творческое общение. Уже который сезон, в тренде микс-фактур, эклектика, сочетание несочетаемого. Из этих тканей мне видится, допустим, юбка-карандаш. Сверху к этой юбке-карандаш мы надеваем джемпер объемной грубой вязки. И он такой фрисайз, как будто бы снят с вашего бойфрента. Следующее очень трендовое сочетание – это сочетание нежнейшего красивого кружева, расшитого бусинами. Из него можно шить, допустим, юбку. И к нему можно шить жакет. Вот такой бархатный, красивый, переливающийся. Вновь возвращается некогда забытая лаковая эко-кожа. И в миксе на контрасте с бумажной лаковой кожей, из которой можно шить, допустим, какую-то куртку или тоже жакет. И под него опять же кружевное платье. Ну и, конечно же, искусственный мех. Это самое актуальное то, что может быть. Если мы из этого потрясающего меха шьем какую-то куртку, либо какое-то пальто, накидку, то под него можно сшить из шелкового жаккарда «Этро» роскошное вечернее платье. Еще одна трендовая ткань – это ткань «Шанель». «Шанель» всегда славится своими меланжевыми переплетениями, своей бахромой. И ткань невероятно сложная и невероятно красивая. И опять же на контрасте прозрачная шелковая органза с золотом. Будет выглядеть очень роскошно, очень нежно для любительниц изысканных вещей. Роскошный, очень яркий желтый бархат, тактильно невероятно приятный. И к этому добавить, как вариант, жакет в стиле «Шанель». В коллекцию Диора очень много сетки, расшитой бусинами, и широких, длинных, полупрозрачных юбок. К этим блестящим и красивым тканям можно сверху подобрать вот такой мех «Искусственный волк» и сшить из него тоже какое-то манто, шубу, куртку. Если раньше считалось, что блестящие вещи можно носить только после 17 часов, то есть в вечернее время, то сегодня блестеть можно с утра. Но при этом дальше весь этот блеск нужно и можно усмирить либо кедами, либо кроссовками, либо свитшотом, рюкзаком. То есть нейтрализовать вот этот пафос. И тогда юбка или какая-то другая вещь из пайеток может носиться вами и в утреннее, и в дневное время. Но вечернее уже сам Бог велел блестить. Новое поступление пальтовых тканей в грандиозном ассортименте. Вышивка мех и кружева на любой вкус. Сбровисимо. Зима будет яркой и теплой. Продолжим наш разговор о модных тканях. В 1890 году Джорджо Армани представил на суд зрителей свою очередную шедевральную коллекцию. Главной интригой стали ткани. Верхняя одежда, костюмы и платья были созданы из королевской альпака. Что же это за ткань? В чем ее уникальность? О тканях альпака и новых коллекциях пальто мы расскажем вам в следующем материале. Пальто – один из самых элегантных предметов гардероба. Пальто шьют из уютных тканей, шерсть, драб и, конечно, альпака. Напомним, что животных альпака, похожих на маленьких верблюдов, 6000 лет назад стали массово разводить индейцы перу с целью получения ценного сырья и пряжи. А знаете ли вы, что стригут альпаку всего лишь два раза в год? Волокна обрабатывают, чистят и сортируют вручную. Шерсть альпака в семь раз теплее овечьей. Животные альпака живут высоко в горах, где перепад температур днем и ночью достигает 30 градусов, поэтому их мех очень теплый. В мехе альпака полностью отсутствует ланолин и другие органические жиры, что делает ткани гипоаллергенными. Отдельные волокна шерсти длинные, поэтому шерсть альпака не вытягивается и не скатывается. Вещи и изделия из шерсти альпака получаются очень теплыми, поэтому широко используются при изготовлении зимней одежды. Стоит сказать, что альпака обладает отличной терморегуляцией. В помещении в одежде из ткани альпака не жарко, но на улице тепло. Производством ткани и шерсти альпака занимаются итальянцы, и долгое время именно на итальянских швейных фабриках производили верхнюю одежду. Сегодня пальто из итальянских тканей альпака создают и российские дизайнеры, что, безусловно, положительно повлияло на ценовую политику. Зимние варианты пальто дополняют современные легкие утеплители, объемные меховые воротники и стеганные жилеты. Одной из модных изюминок этого сезона станут съемные меховые воротники. Ткань альпака превосходно держит форму. Пальто, независимо от размера, отлично садится по фигуре. Классика, модный в этом сезоне оверсайз, укороченные модели, яркие декоративные элементы, изысканная отделка, разнообразие цветовой палитры – все это прослеживается в новых коллекциях пальто. Поэтому смело экспериментируйте с фасонами, длиной и цветом. Удачных покупок и яркой зимы! Милые дамы, магазин пальто премиум класса «Альпака» приглашает вас за обновками. До конца декабря на коллекции прошлых сезонов скидки до 20%. Приходите в Красный проспект, 81. Подробности по телефону 226-5802. Вы смотрите «Время женщины». Изо дня в день, из года в год, десятилетиями мы ведем сидячий образ жизни. И на работе, и в свободное время, сидя в обнимку за компьютером, мы создаем проблемы своему драгоценному позвоночнику. А ведь в мире существует огромное разнообразие стульев и эргономичных кресел, которые позволяют сидеть не только удобно, но и правильно. Однако разобраться во всех тонкостях и механизмах современных моделей – очень непросто. К разговору на данную тему мы пригласили специалистов. Смотрим сюжет. 21 век – век высоких технологий и дефицита движения человека. В наше время малоподвижный образ жизни и офисная работа стали практически неразделимыми понятиями. Но уж если мы вынуждены сидеть по 8-10 часов в сутки у компьютера, то пусть это будет, по крайней мере, без вреда для здоровья. Мы давно научились выбирать хороший монитор, способный сохранить зрение, эргономичную клавиатуру или мышь. Пора научиться выбирать рабочее кресло для себя или своих детей, которое будет сохранять здоровье позвоночника. Одна из главных задач эргономичного кресла – максимально разгрузить позвоночник. Человечество постоянно изобретает не только новые виды стульев и кресел, но и новые механизмы. И порой разобраться самостоятельно в огромном потоке моделей и их многочисленных тонкостях, дополнительных функциях, без специалиста очень сложно. Вот, к примеру, стул-седло. Заметьте, одна из самых естественных для человека поз – это поза сидящего в седле. В седлах наши предки могли преодолевать огромные расстояния и не приобретать никакие заболевания позвоночника. Стул-седло был разработан специально для офисных работников и других специалистов, которые большую часть рабочего времени проводят в положении сидя. Благодаря специфической форме сидения эта модель позволяет сохранять естественную форму физиологического поясничного лордоза. А это коленный стул, и у него тоже своя история. Наблюдательный изобретатель заметил, как дети любят наклонять стулья вперед и качаться на передних ножках. Дети интуитивно принимают более здоровое положение, и так на свет родился коленный стул. Принципиальное отличие посадки на коленном стуле заключается в том, что угол между корпусом и бедром получается тупой, а не 90 градусов. В таком положении поясница занимает естественный прогиб, и вся спина распрямляется. Считается, что лучше всего, если долго сидеть, то время от времени двигаясь. И для этого изобретено немало. В том числе так называемый динамический стул. Благодаря его нестабильному сидению человек рефлекторно ищет устойчивое положение. В итоге спина постоянно находится в правильном вертикальном положении. А вот если рабочее кресло ребенка будет постоянно вращаться, то вряд ли это благоприятно скажется на концентрации его внимания. Поэтому детские кресла не крутятся конструктивно или имеют стопор на вращении. Профессор физиологии Маттиас Брюлинг, ставший основоположником теории динамичного сидения, принимал участие в разработке системы активной двойной спинки. Чем же интересна данная система? Во-первых, форма спинки повторяет естественные сгибы позвоночника, поэтому пользователь находится в постоянном контакте с креслом. Спинки, как ладошки, поддерживают корпус сидящего, максимально разгружая позвоночник, заставляя мышцы спины работать, формируя тем самым красивую и здоровую осанку. Так родились кресла Дуарест. Но не все спинки эргономичных кресел одинаковые. Существуют модели с поясничным упором или без него, модели с системой активной двойной спинки или кресла, которые дают поддержку только в момент отдыха. Существуют модели, которые конструктивно подходят к растущим столам и только к растущим столам. А есть модели универсальные, которые подходят и к высоким, и к растущим столам. Специалисты утверждают, что не только одежда и обувь должны быть по размеру человеку, но и мебель для рабочего места. Это касаемо не только ребенка, но и взрослого. Кстати, для взрослых есть еще один любопытный механизм, который следует рассмотреть. Специалисты разработали так называемый синхромеханизм, позволяющий отклоняться назад, а также фиксировать спинку в любой точке наклона по отношению к сидению. Кресло повторяет и поддерживает естественные движения пользователя, сидящего в кресле. Зафиксировав спинку в нужной точке наклона, можно даже лечь в кресле и, расслабившись, снять симптомы усталости. Таким образом, эргономичная мебель позволяет ребенку сидеть в первую очередь удобно, формируя красивую и здоровую осанку. А взрослому эргономичная мебель позволяет работать комфортно и без вреда для позвоночника. Компания «Правильно сиди». Официальный представитель ведущих фабрик растущей мебели России, Германии, Тайвании, Южной Кореи. Склад-магазин фирменной растущей мебели на Кропоткино 261-2. «Правильно сиди». Мебель для здоровой жизни по доступным ценам. На канале НСК-49 «Время женщины». Согласитесь, что выбрать правильную обувь – невероятно сложный процесс. Особенно непросто приходится женщинам с нестандартным размером ног. Полные ножки, высокий подъем, широкая ступня – все это усложняет задачу. На что следует обратить внимание, выбирая обувь для нестандартных ног? Давайте смотреть! Сапоги и ботфорты – комбинированные модели из натуральной замши и кожи. Устойчивый каблук, плоская и толстая подошва, яркость красок, стразы и камни. Именно так выглядит модная зима. Дизайнерам стоит сказать спасибо за эти тренды. Ведь мечта каждой женщины – выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно. Давайте более подробно рассмотрим основные модные направления. Сапоги – все выше и выше и выше. Можно смело утверждать, что ботфорты с нами надолго, а может и навсегда. Высокие голенищи – это практично и тепло. До недавнего времени девушки размера плюс не могли себе позволить не то, что ботфорты, но и сапоги. Сегодня все изменилось. Обувь с увеличенной полнотой, как правило, имеет дополнительный объем по всей длине ботфорта. Ботинки и полусапоги по праву называют самыми удачными вариантами зимней обуви. Разнообразная цветовая палитра, устойчивый каблук – все это позволяет создавать совершенно индивидуальные и стильные образы. Для обладательниц широкой стопы дизайнеры, как правило, разрабатывают и создают специальную широкую колодку. Что касается материалов. В этом сезоне модельеры предлагают обратить внимание на их комбинирование – натуральные замша и кожа. И замша здесь играет довольно важную роль. Эластичные вставки из мягкой замши позволяют лучше, скажем так, садиться на полненькие ножки. Лазерная обработка позволяет защитить этот аристократичный материал и сделать его еще и практичным. При выборе зимней обуви большое внимание мы уделяем подошве. Устойчивый каблук, плоская или толстая подошва уже несколько сезонов не покидают модный Олимп. Ну а для красоток с размером плюс – это настоящий подарок. Устойчивый каблук позволяет правильно распределить нагрузку на стопу. Стоит сказать, что сегодня обувные фабрики создают стильную обувь до 44 размера. Изучая новые коллекции зимней обуви, нельзя не сказать о цветовой гамме и декоре. Зима не должна быть скучной. Коричневый, голубой, серый, васильковый объявлены одними из главных трендов зимнего сезона. Камни, стразы, ремешки – все должно сверкать под лучами зимнего солнца. Декор – еще одна маленькая хитрость в создании обуви для нестандартных ног. Такой элемент декора, как ремешки, позволяют подогнать объем голенища. Ну и в завершение нашего модного обзора несколько слов о праздничной обуви. До Нового года осталось меньше 100 дней. Корпоративы, встречи с друзьями, новогодняя ночь – нашим ножкам следует создать максимальный комфорт. Туфли желательно выбирать на устойчивом каблуке. Разнообразный декор и огненные цвета станут отличным акцентом в праздничном образе. Девушки с пышными формами сегодня не ограничены в выборе ни одежды, ни обуви. Дизайнеры с удовольствием работают с размером «плюс». Жизнерадостные красотки выбирают то, что им действительно нравится. Для работы и дома, для прогулок и похода в кино, для праздников и свиданий. Милые дамы, магазин «Оскаление» приглашает вас за обновками. Обувь на полненькие и проблемные ножки до 44-го размера, одежда до 68-го. Приходите, новая коллекция уже в продаже «Оскаление» на Красном проспекте, 87. Вы смотрите «Время женщины», и мы продолжаем наш выпуск. И сейчас я предлагаю поговорить о праздничных нарядах. Согласитесь, что женщинам и худеньким, и полненьким очень непросто выбрать именно новогоднее платье. Это тот самый случай, когда приходится прислушиваться к советам не только стилистов, но и астрологов. Наш следующий сюжет мы адресуем стильным красавицам с размером «плюс». Символом наступающего 2018 года станет любознательная желтая земляная собака. В чем же встречать Новый год, чтобы угодить покровителю? Астрологи и стилисты сходятся в одном. При выборе новогоднего наряда важно подчеркнуть свою индивидуальность. Желтой повелительнице совсем не важно, сколько будет стоить ваше платье, да и цвет не имеет особого значения. Главное, ваш наряд должен быть красивым. Серая и невзрачная одежда не вызовет доверия у почетных гостей. В новогоднюю ночь торжественно зазвучит черно-белая гамма. Вариант проверенный, классический и не желающий покидать модный олимп. Залогом успеха при создании стильного образа зачастую играют аксессуары. Палантины из струящихся тканей – яркое тому подтверждение. Роскошный мех, который дизайнеры используют в качестве декора, выгодно подчеркивают линию плеч. Палантины, расшитые пайетками, создают выигрышные образы для зимней сказки. Кружевные шазюбли – еще одна удачная находка для полненьких красавиц. Правильная длина и летящий силуэт позволяют зрительно стройнить фигуру. Благородный пан-бархат. Этот достойный материал всегда появляется в новогодних коллекциях. Нарядное бархатное платье окутывает своей царственной роскошью. Цветочный принт и нежное кружево приковывает внимание своей выразительностью. Стоит сказать, что дизайнеры при создании новогодних коллекций сделали ставку на цветочные романтики, кружевах, сверкающих стразах и стиле боха. Новые коллекции – это своеобразная игра нюансов. Различные комбинации фактурных тканей, летящие силуэты, драпировка и многослойность. Не остался без внимания и струящийся шифон. Легкие шарфики могут выступать в качестве удачного аксессуара. Впереди у нас новогодние корпоративы, сказочная ночь, каникулы. Зима не будет скучной. А это значит, что в нашем гардеробе должны быть не только теплые вещи, но и праздничные. Светские мероприятия, походы в театр, в кино, на концерт. Все эти культурные события дают прекрасную возможность почувствовать себя королевой. Изучая новые коллекции, можно смело утверждать, что мода для женщин с пышными формами разнообразна и интересна, как и сама женщина. Загадывайте желания и мечтайте. Смело включайтесь в новогоднюю суету. И начните с главного – с покупки праздничного наряда. Милые дамы, салон женской одежды больших размеров «Дарина» приготовил для вас роскошную коллекцию праздничных нарядов. Приходите, холодильная 21. Одевайтесь красиво в салоне «Дарина». Суетливый и предновогодний декабрь в самом разгаре. В следующих выпусках мы поговорим о праздничных нарядах, макияже и стильных образах. Смотрите «Время женщины» на канале НСК 49 в течение всей недели и на сайте nsk49.ru. Счастья вам, любви и добра! Одежда ведущей предоставлена салоном российских дизайнеров «Фасон Рус». Советская 44. Имидж ведущей «Броу-бар» 299-65-97.